В Самарской области продолжается вакцинация граждан от коронавируса. Совсем недавно сделать прививку можно было только по предварительной записи в больнице. Сейчас же защитить свое здоровье можно и не отрываясь от работы или учебного процесса. Работает пункт вакцинации и в стенах Самарского государственного социально-педагогического университета. Здесь могут прививаться сотрудники и студенты вуза. Медпункт принимает посетителей и в летнее время. У нас вуз педагогический, сейчас работают лагеря отдыха. Школьные лагеря, поэтому очень много наших студентов работают летом. Для них просто необходима вакцинация, так как они общаются постоянно с детьми, с их родителями. То есть этот процесс продолжается и летом. И мы планируем, что к моменту начала нового учебного года большинство преподавателей и студентов, конечно, будет вакцинировано. Процесс вакцинации занимает всего несколько минут. Перед введением препарата у каждого посетителя измеряют температуру и давление крови. Специалисты надеются, что до осени, когда наблюдается традиционный рост числа заряжений респираторными инфекциями, в вузе удастся сформировать коллективный иммунитет. Важность процедуры понимают и многие студенты. Вакцинироваться, в первую очередь, я решил, конечно же, чтобы защитить своих близких, потому что я часто нахожусь с ними в контакте. У меня только двое, но важных для меня людей уже пожилого возраста, которые для них эта болезнь может стать уже последней. Поэтому мой долг – это их защитить и привиться самому. Медики напоминают, что вакцинация – главная профилактическая мера, которая позволит остановить распространение коронавируса. Существующие три вакцины одинаково эффективны и безопасны. Прививаться можно и нужно даже тем, кто перенес коронавирус, поскольку со временем после болезни количество антител снижается. Вакцинация населения против новой коронавирусной инфекции проводится на базе 65 лечебных учреждений региона. Действует 168 прививочных пунктов. По последним данным, процедуру прошли более 400 тысяч жителей региона.